Это видео будет коротким посвященный к комментариям по обсуждению гипотетической численности казахов, если бы не было бы СССР и Российской империи. За эталон демографического роста мы взяли узбеков. Не все это приняли. Кто-то написал, что мы больше схожи с киргизами. Давайте сравним. Как ранее выяснилось, узбеки с 1897 года по наш день выросли в численности в 19 раз. Смотрим, насколько за этот же период выросли киргизы. Численность киргизов по переписи 1897 года 201 тысяча человек, казахов в это же время более 4 миллионов. То есть казахов 123 года назад было больше киргизов в 20 раз и в 14 раз больше, чем туркмен. Напомним, что тюрки-узбеки, туркмены, киргизы, находившиеся за Казахстаном на юге были подвергнуты голоду и ассимиляции ничтожно мало по сравнению с тюрками, жившими ближе к имперскому центру Москве. Проведем те же операции с переписью 1897 года, что и накануне в предыдущем ролике. Киргизы выросли в численности в 31 раз. Если бы казахи, татары, башкиры и чуваши имели бы те же темпы роста, что и киргизы, их численность соответственно составила бы сейчас. Казахов – 127 миллионов, татар – 117 миллионов, башкир – 41 миллион, чувашей – 26 миллионов. Найдутся критики, которым не понравится, что мы сравниваем демографию с узбеками и киргизами. Давайте сравним с туркменами. Они тоже оказались за Казахстаном, как и узбеки и киргизы. Туркмены увеличились за 123 года так же, как и узбеки, в 20 раз. Соответственно, казахов должно быть 84 миллиона. Таблицы показывают одинаковый коэффициент роста у оседлых тюрок узбеков и туркмен. Они увеличились в 20 раз. Полукочевые тюрки киргизы наиболее близкие к казахам увеличились в 31 раз. При любом раскладе казахов должно было бы быть от 80 миллионов до 127 миллионов. Продолжение следует...